И к другим новостям. Россия впервые за всю историю станет страной, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Подготовка к этому событию уже завершилась. Для болельщиков организованы номера для проживания, обеспечена медицинская помощь, а также развлекательные мероприятия. Более 300 объектов на территории Подмосковья, которые находятся на маршрутах следования болельщиков, благоустроили к чемпионату мира. Это малые архитектурные формы, декоративные ограждения, столбы, клумбы и стационарные торговые объекты. Кроме того, подготовлено 5 туристических зон и 7 туристических маршрутов. У нас, конечно, на территории Подмосковья будут находиться некоторое количество объектов, непосредственно подготовленных к чемпионату мира, где будут жить команды, играющие, принимающие участие в чемпионате мира по футболу. И они там будут тренироваться, и там же будет находиться большое количество болельщиков. Кроме того, для приема гостей и участников будут использоваться гостиницы и обеспечена медицинская помощь. В период проведения первенства привлекут порядка 9 тысяч волонтеров. Основу составят те, кто прошел практику на Кубке конфедерации FIFA 2017 и владеет английским языком. Далеко не все прошли обучение на волонтеры, но огромное количество люберчан планируют следить за ходом игры. Конечно, буду следить. Обязательно буду следить. Какие шансы у нас на победу? Ну, я не очень высоко, конечно, оценил шансы наши. Ну, хотя бы интересный матч посмотреть. Я уверен в их физической подготовке, что они очень хорошо готовятся, и мы в них верим. Это самое главное. Люберецкий округ на время первенства станет транзитом, через который будут приезжать порядка двух миллионов болельщиков. Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Он пройдет на 12 стадионах в 11 городах. Матч открытия и финал Мундиаля пройдут в Москве в Лужниках. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ.